Главные новости среды 31 августа, коротко на канале Система.Инфо. Информируем о том, что важно. Армия РФ ударила по Харькову. Одна из ракет упала на ее же территории в Белгороде. Еще одна попала рядом с учебным заведением в Киевском районе Харькова. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава Харьковской администрации Олег Синегубов. Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, откуда отправится на ЗАЭС. Окупационные власти отказались предоставить спецпропуска для миссии, поэтому представители МАГАТЭ будут в общей очереди на пропуск в Энергодар. Украинские власти уверены, Россия намеренно затягивает время. Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар. Под удар попало здание горсовета. ЕС таки не смог запретить выдачу виз россиянам, однако решил отменить упрощенный визовый режим с РФ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В итоге шенген россиянам выдавать будут, но это будет дольше, в два раза дороже и частыми будут отказы. Страны ЕС, имеющие общую границу с Россией, собираются в одностороннем порядке запретить въезд россиянам. Как пишет Financial Times, таким заявлением выступили Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Газпром полностью остановил поставки газа в Европу по Северному потопу-1. Об этом свидетельствуют данные компании Nord Stream AG. Остановка совпала с обвалом цен на газ в Европе и заявлением ЕС о заполненности газовых хранилищ на 80%. На 92-м году жизни умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Его называли архитектором перестройки, человеком, который способствовал мирному распуску социалистического лагеря и объединению Германии. В то же время критиковали за бездействие в Чернобыльской катастрофе, приказ о жестом подавлении мирных протестов в Бильнюсе, а также поддержку аннексии Крыма. Это были главные новости среды 31 августа. Оставляйте свои лайки и комментарии под этим видео. Чтобы не пропустить ежедневные итоги главных новостей, подпишитесь на систему инфо. Мы информируем о том, что имеет значение.